Последнее, что нам нужно сделать в рамках данного урока, это, как обычно, обсудить лексический минимум и разминочное предложение. Лексический минимум совсем невелик. Первый глагол «der умай». Принимаю, получаю, беру. Коин «der». Обратите внимание, словарная формула заканчивается на «умай». Данный глагол не употребляется в форме действительного залога, но сказать, что он отложительный, может быть, кто-то бы сказал, кто-то бы не сказал, по самому своему смыслу принимать, получать, брать предполагает некую заинтересованность и вовлеченность подлежащего, которая очень типична для глагола среднего залога. И это отразилось в самом глаголе, это отразилось в его морфологии, и он на уровне своих форм выражает вот эту вот заинтересованность. Поэтому можете его считать либо истинно средним, либо отложительным, если вам так удобнее рассуждать о таких формах, которые не имеют действительного залога. Форма будущего времени. «Дексумай». «С» дают «кси». Тоже, как видите, форма среднего залога. Она и другие. В временах она сохраняется. Форма ауриста «э» превращение. «Декса». Суффикс «сар», когда прибавился, получилось «кса». И «мен». Окончание вторичное для среднего залога. В перфекте страдательного залога, от глагола «принимать», получать «принятый», «полученный», форма «де», «дегмай», «д» удвоение. «Дех» превратилось в «дег», «х» глухой превратился в зонкий «г» перед окончанием «май», поэтому «дегмай». Но все равно достаточно хорошо узнаваем. И форма ауриста «страдательного залога». Обратите внимание, у этого глагола есть средний залог, есть и страдательный залог тоже. И форма ауриста «страдательного залога» – «э», «дэ», «тэ». Опять же, корень «дэ» хорошо виден, превращение, сувикс «эн», здесь все по правилу. Глагол «дакео» с корнем «док», думаю, полагаю, кажусь, у вас дана форма «имперфекта», «э», «док», «кун», почему «у», потому что «эпсилон», у микрон слились, дали и фунг «у», и есть форма ауриста «э», «докса», «к» и «с», «провзаимодействов», «дали и «кси» получается «э», «докса». Будьте внимательны, не перепутайте это со словом «слава», это не «докса», «слава», это «э», «докса», «аурист», «адокео». Ну вот, казаться, да, и отсюда название древней христианской ереси «докетизм», в рамках которой считалось, что Христос только казался человеком. «Эстион», глагол «е», это один из неприятнейших глаголов в том смысле, что у него несколько корней, поэтому вот надо разные корни отдельно запоминать. У него «эсти» корень в настоящем времени и «фаг» корень в других временах. Но корень «фаг» достаточно легко запомнить по той причине, что «саркофаг», «фагоцит» и так далее, вот есть целый ряд слов с этим корнем, «саркофаг», «поедающий плод», да, которые помогают корень «фаг» запомнить. «Имперфект», «эстион», ну, того же корня, как и что в настоящее время, только «эпсион» удлинилось в эту и все остальное нормально. «Будущее время», «фагомай», мы бы ожидали, наверное, что-нибудь его «фаг» в «ксомай», но «сигму» в данном случае нет, и «будущее время» мы узнаем только по изменившейся основе. Вот обратите внимание, здесь легко ошибиться. «Аорист» — «эфагон», это второй «орист», и за счет изменившейся основы мы его узнаем, «эприращение», «фаг», «корень» и «он». Тут все нормально. «Пемпо» — глагол посылаю с корнем «пемп», «в будущее время» «пэмпсо», «пс» — «презернодействие лепси», «аорист» — «эпемпса», «са» — «производительство лепсидола пса», «эпемпса» и «страдательное аорист» — «эпемпфтэн». «Пи» перед передыхательной «т» перешла в соответствующую передыхательную форму «ф», что было достаточно типичная ассимиляция, мы с вами с этим уже сталкивались. И еще один глагол, опять же неприятнейший, «фэра», у которого несколько корней. И корень «фэр», и корень «ой», и корень «энэх». «Имперфект» — «эферон», от корень «фэр» тут все нормально. А «будущее время» — «ойсо». Нужно его отдельно звучить, просто именно как отдельное слово, ну иначе никаких способов догадаться, что «ойсо» — это будущее от «фэра» нет. Аорист — «энэнк». Опять-таки здесь все так сильно изменилось, что никаких способов догадаться, что это аорист от «фэра» нет. Вас немного может смущить суффикс «ка» — «энэнк». Мы бы же ожидали что-нибудь типа «энэнкса» с добавлением «сигма». Ну, в греческом языке есть несколько аористов, образующихся с помощью суффикса «ка». В основном это так называемые глаголы «нэми», и мы их отдельно будем изучать. Но так уж получилось, что суффикс «ка», типичный больше для перфекта, чем для аориста, оказался у этого аориста тоже, поэтому просто «энэнк» как форму аориста, он просто так целиком звучит, и все. Перфект у этого глагола «энэноха». Хоть что-то похожее на удвоение типа «энэн» мы здесь видим, но плюс изменение в корне, плюс еще что-то. В общем, проще заучить, опять же, чем разобраться, что случилось. Страдательный перфект не встречается, страдательный аорист «энэхтэ». Ну, вот это тот же корень «энэх» он есть, ну, может быть, вот как-то по аналогии с действительным аористом можно запомнить. Вот это «фэро», «ойсо», «энэнка», «энэноха», «энэхтэн» вот эти вот все штуки придется запоминать. Поэтому, с одной стороны, конечно, слов у вас немного в этом домашнем задании, а с другой стороны, все формы «фэро» нужно заучить как отдельные слова, и формы «эстио», ну, или, по крайней мере, «эстио», «фагумай», «эфагонда» тоже нужно заучить как отдельные слова. Будьте внимательны, эти формы достаточно часто встречаются, поэтому, вот чтобы у вас не возникли с ними сложности, потратили какое-то время на их заучивание. Ну, а теперь давайте мы посмотрим разминочные отражнения к данному уроку. Новых форм нет. Цель исполнения домашнего задания к данному уроку привыкнуть к прилагательным, к причастиям, прошу прощения, и к их вот такому аддиктивному употреблению. Альфа. Ход зон патер. Ну, с форму «зон» мы сегодня с вами обсуждали. Напоминаю, что это причастие от глагола «зао». В данном случае видите артикль, причастие существительное. Причастие служит определением к существительному. Отец какой? Живой. Живой отец. То патри, то пэмпсанте хумас. В данном случае причастие «пэмпсанте». Посылаю глагол из новых, которые мы учим в этом уроке. Пэмпс, пса, видите. Это орестное причастие. Прекращений, конечно же, нет в оресте. Пэмпса, са, зато образующие времени. Здесь, хоть и в взаимодействованной части видна, суффикс «эмпсанте» и окончание «и» дательного падежа. А дательный падеж, мужской род, единственное число, согласуется со словом «патрии». Ну, плюс конструкция артикль существительная. Артикль причастия, конечно, нам тоже помогает увидеть, что это определение. Отцу пославшему нас. Гамма. Причастие в данном случае «апустеиланта». Это причастие от «апустеилу». Корень чуть-чуть изменился. «Стелл» с двумя «л» был в настоящем времени. «Стелл» с небольшой вариацией в корне «ээй» и с одной лямбдой в оресте. Это сонорный глагол, поэтому после лямбды сигмы быть не может, но альфу мы все еще видим, суффикс «нт» видим, а окончание ввинительного падежа единственного числа, это что эти склонения, плюс артикль подсказывает. И в целом у нас с вами получается «дэхэтай». «Он принимает пославшего меня». То он «апустеиланта», ввинительный падеж, принимает того пославшего, и «апустеиланта», как видите, никакому слову определением оно здесь не служит, поэтому мы его как субстантив переводим. «Дельта». «То экнекрон эгертенти». «Эгертенти» – причастие от глагола «эгейро». Причем, обратите внимание, это причастие страдательного залога. «Эгер» – корень это «гейр», но «йота» было в настоящем времени. «Т» – суффикс для аорисных причастий страдательного залога. «Энт» – причастный суффикс. И показывающий, что это дательный падеж, единственное число. Поэтому это страдательный залог, и мы переводим «воскрешенному». Ну, если все собрать вместе, «из мертвых воскрешенному». Кстати, обратите внимание на один нюанс. Артикль «т», потом «эгнекрон», и потом «причастие». Понятно, что артикль относится к этому причастию. «Воскрешенный» – это субстантивированное причастие, оно с артиклем, но между артиклем и причастием вклинились некие слова, зависящие от причастия. Мы однажды об этом говорили, еще раз повторим, это очень типично для греческого языка. Слова, зависящие от причастия, могут вклиниваться между артиклем и причастием, к которому этот артикль относится. Причем иногда там целые фразы могут вклиниваться. Иногда может быть даже получиться так, что там как бы вложенность происходит. Артикль, потом, например, еще один артикль, потом какие-то зависимые слова, потом, например, первое слово, к которому этот артикль относится, потом в слово, к которому тот артикль относится. То есть, вот даже, даже какие-то вот такие скобочные конструкции могут быть, но в ближайшее время вы их не встретите, но в принципе, они возможны. Главное пока запомнить, что между артиклем и причастием могут склиниваться, зависящие от него слова. Эпсилон. Перидо рематоз, то лалетентос. Причастие лтентос. Видите, опять же, суффикс т. Мы понимаем, что это аорис, страдательный залог, от олэу, лалэ основа, конечно, без превращения, т, суффикс, н, т, окончание ос, родительного падежа, единственного числа. А что у нас здесь в родительном падеже? Рематоз. Поэтому причастие служит определением к этому слову. Опять же, артикль ту рематоз, ту лентоз. О слове сказанном. Слово какое? Сказанное. Острадательное причастие, определяющее слово со словом. Зэта. Тэ, эхомэне, хэмера. Эхомэне, причастие, от эхомай. Слово не встречается в действительном залоге. Вот здесь среднестрадательная форма с суффиксом мэн. Но как эхомай, иду, прихожу, так и причастие, какой идущий, приходящий. Теперь, это дательный падеж, видите, эхомэне, с подписной йоты, хэмера, артикль, причастие существительное, то есть артикль определяет это существительное, и у нас получается, ну, надо еще разобраться, как вот хэмера в дательном падеже нам перевести. Напомню, что дательный падеж в греческом языке часто переводится с помощью предлога в, особенно, когда речь идет о времени. Поэтому в приходящий день, ну, идущий день. И последнее. То, 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 генесантомэ. Генесанты, это причастие ангенау, гене, основа, со, образующая, т, а, в винительной падеже единственное число, согласуется с словом бог, в данном случае существительное, артикль определения, третья определительная позиция бога, родившего тебя. Ну, вот, примерно так. Ну, что ж, у вас есть домашнее задание и возможность потренироваться в воспознавании фон причастия и благословения.